Друзья, всем привет! Сегодня у нас новое кино. Сегодня мы пошли путешествовать без лыж. Пешочком решили прогуляться в одно такое интересное место. И сразу же, как мы сюда приехали, вот такие свежие тут предупреждения. Нифига себе! Но я думаю зимой то они спят. Будем надеяться, что спят. А мы сейчас отправляемся по этой дорожке в одно интересное место. Когда-то много-много лет назад особо отличников в школе в это место привозили. И совершали над ними обряд посвящения пионеры. Но вот я не попал в эту группу исключительных. Нас принимали просто в школе. Место тут красивое. Вокруг зимний лес. А мы пешочком идем по дороге к всему некогда знаковому месту. По всей дороге везде вот такие грозные предупреждения. Видимо тут с ними действительно беда. И вот тут такой памятник шалашу, где жил дедушка Ленин. А вот собственно сам шалаш. Тут еще какие-то эти, как они назвать, фигурки такие сделаны. Сейчас посмотрим. Вот этот самый легендарный шалаш Ленина в разливе. Он тут сидел, отдыхал, прятался от этих, как их, от жандармов всяких, да. В общем-то неплохо он тут. Лес, озеро, отдыхалось неплохо. И вот такие тут эти. Тут Крупская. Тут Григорий Зиновьев. В общем вот такое, как когда-то это было очень знаковое место. И вот до сих пор оно сохраняется. На удивление. Тут так очень как-то символично. Осторожно гадюка. О как. Ну слушай, да, как-то своеобразно я бы сказал. Вот эту дорогу прозбил. Да это тебе не Навальный. А вот я не знаю, был ли он в музее шалаш. Может быть и был. Если был в гостях в Союзе. Наверняка его сюда возили. Ну какая у него ширенькая. Тут я даже внимания не обратил. Сделаем как же. Вот мы прошли мимо шалаша и направляемся на пирск к озеру Разлив. Гуляющих тут, на удивление, много. А природа, конечно, тут красивешная. Ничего не скажешь. Зимой все в снегах таких. Знал, Ленин, где отдыхать нужно. Вот мы выходим к пирсу. Сюда паром? Ну тут раньше ходили две калуши, а сейчас тоже ходят, получается, да? Закрыто из-за погодных условий. Ага. Она даже и сейчас ходит тут. Что-то есть. Поразли уходит. Да. Вот этот, похоже, створный знак показывает подход к пристани, ориентиром является. Ну вот, собственно, сама пристань. Вот такая вот панорама озера Разлив. Находимся напротив на озере Разлив. Ну а мы как-то слегка замерзли на Разливе. И возвращаемся обратно на материк. В леса в заросли, где не так дует. Вот так все обустроено. Судя по всему, народу бывает прилично. Это, я так понимаю, которые в городе памятники снимают, видимо. Перевозят сюда, которые представляют, как она, художественную ценность. Так что скоро тут будет целый, как сказать, музей-заповедник, да. Не только шалом. Вот здесь вот музей Ленина. Здание построено в 1964 году, да. Вот мы тут зашли в музей, и на удивление он работает. Я, честно говоря, удивлен, что сейчас функционирует музей Ленина в Разливе. Ну, с другой стороны, история. И вот мы посетили музей. Сами этому удивились обстоятельству. многое нам чего из нашей истории напомнили. А вот это, слушай, тоже, наверное, привезен откуда-то из города, да. Ну, и вот мы отсюда уходим. Вот узнали, что, оказывается, этот памятник в 1936 году был сделан. А, честно говоря, как-то думал, он году в 60-х. Вот здесь сидел Ленин на пенечке, а на втором писал. Ну, и все, посмотрели мы Ленинские места в духе 80-х. Прямо у нас сегодня экскурсия. Почему 80-х? А каких? У меня это все ассоциируется с начальной школой. А-а-а. И все, и двигаемся обратно к площади. Зашли мы тут в ресторан. С такими вот невероятными картинами. Просто такая перестройка в чистом виде. Вот такой тут ресторан около Ленина. И вот заканчивается наша революционная прогулка. Посетили мы вот этот ресторан Шалаш. С разными интересными блюдами. Осколки самодержавия, пир в разливе и так далее. И все, собираемся двигать в сторону города. Так что спасибо всем посмотревшим. Всем привет. Всем хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok